Александр Жук 7 лет как шинник. Должность – сборщик покрышек. Место работы – завод КГШ. Два года назад здесь появился новый комплекс. Он создает резиновую обувь для карьерных самосвалов. Ее диаметр 25-29 дюймов, грузоподъемность до 19 тонн. Благодаря современному оборудованию труд Александра теперь больше умственный, чем физический. Технику контролируют через пульт управления. Сами посмотрите, красивенькое, чистенькое оборудование. Легче работать. Новое все за тебя уже машина думает. Модернизация. Этим сейчас живет предприятие. У нее два направления. Техническое перевооружение и стабильная экономика. Оба напрямую зависят от реализации инвест-проектов. Речь о заводе крупногабаритных шин. В частности, налаживание выпуска новых видов продукции. После выполнения этого пункта ждут на Белшине увеличение прибыли. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая ездила бы на шинах, не применяла. Начиная от легковых, сельскохозяйственных, грузовых, сверх крупногабаритных шин, там где есть карьеры. Мы работаем по всем этим ассортиментам шинной продукции. Поэтому, конечно, у нас всегда есть возможность диверсифицироваться на рынке. На близлежащие, конечно, в первую очередь. Но мы не забываем и про дальние зарубежья. Если есть востребованность, мы всегда готовы. Это и Корея, и Вьетнам. Сейчас модернизируют и цех вулканизации. Здесь появились новые пресса. В скором времени установят и еще 16. В сентябре закупят рентген-установку. Она позволит увидеть все дефекты изнутри. Новые технологии, качественная продукция. Если раньше в покрышке было 32 слоя, то сейчас один – металлокордный. Это экономия средств. Резина более устойчивая к ударам, порезам. Можно ездить даже по скалам. Она служит обувкой для грейдеров, погрузчиков. Людей не стало меньше. Мы своих работников ценим и их не сокращаем. До автоматизации, как видели на сборочном комплексе, у нас сейчас работает 4 человека. Они могут в смену производить 36 покрышек на одном комплексе. Соответственно, 2 комплекса, 72 покрышки по суткам. Сейчас к Белшине пристальное внимание на самом высоком уровне. Сегодня с ходом модернизации знакомится премьер-министр Беларуси. Роман Головченко сразу акцентирует – преобразования должны приносить пользу. Здесь на первый план выходит слаженная работа. Стратегии развития у предприятия есть. Наличия недостаточно. Ее нужно реализовать. От планирования производства до маркетинга избыта. Главное – снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную мощность после реализованных инвестпроектов. Мы договорились о том, что господдержка по всем предприятиям будет снижаться. Это экстренный инструмент, который государство будет применять не как системная мера, а условно говоря, как помощь для тех, кто попал в трудную ситуацию в связи с какими-то изменениями на рынке. Резкая стоимость сырья, конъюнктура и так далее. Поэтому, конкретно примитно к Белшине, речь не идет о новой господдержке в виде каких-то финансовых вливаний. Мы договорились о том, что под реализацию стратегии рассмотрим проблему частичной, возможно, реструктуризации задолженности и применение более льготных условий для ее погашения. Но она будет опять-таки жестко увязана с реализацией тех мероприятий, которые предусмотрены в стратегии. О работе предприятия судят по цифрам. За первые полугодия Белшина экспортировала продукции почти на 92 миллиона долларов. Средняя зарплата за июнь – 1269 рублей. Комбинат носит статус градообразующего. Здесь трудятся более 7 тысяч человек. Следовательно, успех завода – это доходы и уровень жизни бобручан. В масштабе всей страны экономическая безопасность. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.